оля анчик привет привет как там дела на солнце не расплавилась еще привет привет у тебя еще время есть зайти в прямой эфир как-то я как твои дни там проходит давай расскажи пока час соберутся ребята и начнем эфир о привет с бали а где на бали именно в каком регионе находитесь до топ-дэвридэ всем привет серега привет да всем привет вы на travel party скажите сегодня в москве travel party да самое главное что ульяна все хорошо да это 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 важно да очень скоро буду 21 числа вылетаю позже тебе скажу время конечно буду благодарен если вы меня встретите это будет очень круто давайте подождем еще 15 20 секунд и и начнем да да те кто не знает мы сейчас 21 числа отправляемся в дубай не загорать не отдыхать не кататься сафари на джипах не на там городскую экскурсию летим туда составом больше 35 человек из россии на четырехдневный тренинг вот от марка сета поэтому нам будет не до отдыха с утра до вечера будем обучаться узнавать новые новые фишки повышать свои навыки поэтому вот такая вот поездка в августе месяце честно говоря в августе месяце не представляю себе дубая в это время года потому что я был в дубае в октябре месяце у меня была возможность быть дубае в конце марта но у меня не было возможности быть там летом поэтому не представляю что там делается какая вообще температура на улице я не выношу вообще в принципе жару для меня это каторга когда в городе большая жара я не могу не думать ничего вот поэтому для меня это тоже будет испытанием хоп хей ла 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 и наша на связи отлично саша рад тебя видеть до зажарились на пляже я вообще советую в это время года в дубае вообще никуда не ходить сидеть под кондиционерами кайфовать и ждать тот сезон когда можно на самом деле кайфовать это я думаю что ноябрь и март месяц ну ладно с дубаем то закончили перейдем на тему нашего сегодняшнего прямого эфира тема очень интересная для кого-то станет интересно особенно для тех людей которые сегодня начали свой путь сетевом бизнесе либо для тех людей которые не находятся в этом деле но хотели бы в этом разобраться и узнать какую-то долю правды поэтому если вы никогда не были связаны с сетевым бизнесом возможно для вас будет что-то интересное я буду говорить по факту как оно есть несмотря на то что я сам являюсь партнером сетевой компании но сегодня буду раскрывать скажем так эту тему и показывать все скелеты или говорить голую правду да вот какая тема сегодняшняя на самом деле вебинаром почему люди в принципе обходят стороной до сетевой бизнес и на самом деле очень многие люди сегодня говорят некие говорят что вот сетевой бизнес это это будущее это технологии другая сторона говорит что этот бизнес никогда в мире не станет на тот уровень до которому люди будут оценивать каким образом вообще оценивать да если я говорю что когда я там рос да то есть был маленьким у каждого человека была какая-то мечта да кто-то хотел стать космонавтом кто-то там моделью кто-то там еще кем-то да но вряд ли были люди которые говорили вот он родился когда у него спрашивали кем ты хочешь стать он говорит я хочу стать сетевиком да и на сегодняшний день много мероприятий вокруг этой индустрии как раз что проводится именно с той идеей для того чтобы оттолкнуть да эту индустрию до тот уровень хотя другие люди говорят что эта индустрия никогда не станет и не выйдет на тот уровень да в котором люди захотят именно с малых лет даже мечтать о том попасть сетевой бизнес вот и сегодня как раз что разберемся в этой теме да то есть я буду говорить о том почему именно люди обходят да почему эта индустрия для некоторых людей никогда не станет на тот уровень на котором находятся другие индустрии и способы деятельности или развития да они которые люди говорят что на самом деле это будущее да что за сетевым на самом деле скажем так большая перспектива те люди которые для себя рассматривают это в будущем будут хорошо хорошо зарабатывать мне удалось где-то год назад побывать в казахстане и в апреле месяце только когда мы начали развивать там регион на встрече нам попадались попался один человек который буквально два дня назад был на synergy форуме там и там было 10 спикеров было 7 спикеров из россии и три спикера были именно с европы запада и двое из них сказали что если вы сегодня не в сетевом вы лох то есть вы не понимаете на самом деле какие деньги вы теряете но понятно это для нас для тех людей которые мы находимся в этой индустрии мы в этом разобрались но все-таки хочется передать информацию тем людям которые еще не находятся в этом но хотели бы узнать и понимать на самом деле что такое перед тем как понять почему люди в принципе обходит стороной этот бизнес нужно поковыряться в голове у тех людей и на самом деле понять вот эту причину поведения почему люди именно так считают да я знаю что в нашей компании в других сетевых компаний люди которые приходят это практически 90 процентов людей это люди которые никогда не мечтали связывать свою жизнь с сетевым маркетингом да я скажу что я тоже не думал я не мечтал что когда-то я свяжу свою жизнь то есть 90 процентов людей если только у человека не было опыта да допустим там других компаниях да или там родитель не занимался успешно либо там его за его окружение то есть у людей не было такой мечты да это понятно что люди со временем нашли для себя возможно не только способ зарабатывать деньги там развитие нетворкинг пользоваться продуктом и так далее вот и 90 процентов людей я вам скажу точно что это люди которые никогда не думали что будут сетевом но еще хуже то люди которые всегда относились к этому скептически люди которые хайли эту индустрию люди которые смеялись там над этими людьми которые развиваются в эту индустрию там ходит что-то продают там и так далее и когда я именно пришел сетевой бизнес у меня не было понятно было какая-то необходимость денежная но мы люди которые приходим из найма то есть для нас мотивация поменять индустрию практически у всех людей мотивация одна деньги то есть нету никакой другой мотивации да там научиться каким-то новым навыкам погрузиться за какими-то знаниями или еще что то то есть у человека который приходит знаем когда он меняет одну другую на работу над на другую то есть для него основная мотивация это только деньги то есть другой мотивации нету у меня также была мотивация деньги но больше мотивации было это предпринимательское погружение то есть я пришел конкретно сетевой бизнес для того чтобы погрузиться в предпринимательство почему я это говорю потому что в тот момент когда я ввел тренерскую деятельность я понимал что для того чтобы понимать как работает бизнес нужно присоединиться к тем людям, которые делают бизнес, посмотреть на них, повариться в их окружении, посмотреть, как они это делают, и там потом уже попробовать это делать самостоятельно. Естественно, возможно, у вас или у простых людей сегодня в окружении не так много предпринимателей, которые бы взяли бы вас, незнакомого человека или малого знакомого, в свое окружение для того, чтобы вас обучать и показывать какие-то навыки, передавать какой-то опыт. И когда у человека нет, естественно, он должен найти это окружение где-то в другом, в другой экосистемы. Я понял для себя через книги, через развитие, что это именно экосистема, то есть это такая школа или это такая платформа, где люди именно обучаются и растут именно не за счет того, что у них там чек. Чек это растет как последовательность того, что человек именно саморазвивается. И в этот момент я понял, что именно вот это и есть та экосистема для людей, у которых нет денег, нету знакомых, да, погрузиться именно в предпринимательство. И так на самом деле и получается, что люди, которые приходят сюда, да, то есть они меняются за счет того, что они подтягивают свои там публичные выступления, навыки, проведение встреч, закрытие сделок, командное образование, психология, продажи, да, очень много чего, чем человек вот учится именно здесь в одном. Поэтому моя причина, почему я сюда пришел, почему у меня не было каких-то, скажем так, возможно, были какие-то предрассудки, но не настолько, то есть я их здесь нашел уже в этой компании. Вот. И только потом уже понял, что здесь на самом деле можно зарабатывать хорошие деньги и можно воспринимать это всерьез. Потому что большинство людей, вы же знаете, возможно, если вы не в сетевом, то есть они не воспринимают, люди не воспринимают это всерьез. Те, которые в этом не разобрались, для них это либо дополнительный какой-то доход, либо просто атмосфера там, либо какие-то вещи, которые не связаны с чем-то серьезным, где они себя могут реализовать в будущем, да, и рассмотреть это как на долгосрок. И такая индустрия, которая сегодня очень активно развивается, естественно, проходить мимо нее не серьезно, это, по крайней мере, не серьезно для человека, который собирается к ней присоединиться. И почему вообще у людей есть негатив, да, мы знаем, что у многих людей на самом деле сегодня есть конкретный негатив по поводу сетевого маркетинга. Знаете, в России есть два матершинных слова, я иногда об этом говорю, и этих матершинных слов это продажи и это сетевой маркетинг. Ну, то есть, если вы в России или конкретно в Москве где-то сидите в ресторане за столом, да, и вы произнесли слово продажи, да, либо там сетевой маркетинг, то люди от вас шарахаются, то есть, пересаживаются за другим столом. Если вы говорите там гомосексуализм или еще что-то, то люди наоборот к вам, то есть, присоединяются, то есть, вы становитесь интересным таким собеседником. И почему же люди все-таки обходят стороной эту индустрию, да, в принципе, это слово. И здесь есть несколько на самом деле причин, да. И одна из причин, я буду сейчас говорить и раскрывать каждую причину, одна из причин это финансовые пирамиды. За последние 15 лет в России было открыто больше 300 финансовых пирамид. И, к сожалению, из-за неграмотности или из-за отсутствия знаний люди не могут до сих пор понимать и разобраться. Люди со стороны, в чем разница между сетевым бизнесом и финансовой пирамидой. Именно из-за этого люди воспринимают эту информацию в один котел общий, то есть, они смешивают легальный сетевой маркетинг, которому уже на сегодняшний день больше 75 лет, да, и финансовые пирамиды. Почему? Объясняю. Потому что метод продвижения или метод привлечения денег в компании, он одинаков. Что в финансовой пирамиде люди притягивают деньги через людей, либо через какие-то рекламы, то же самое и в сетевом маркетинге, в сетевом бизнесе. И люди здесь, они не понимают на самом деле разницу. В финансовой пирамиде, когда люди вкладывают деньги, они покупают воздух, там нету продукта или сервиса. Хотя сейчас замудренные, возможно, есть какие-то там сервисы, продукты, но в 99% там нету продукта. Человек не может воспользоваться взамен, на что он отдал деньги. Да, в сетевых бизнесах есть компании, которые занимаются косметикой, товаров для домов, не знаю, там каким-то сервисами, кэшбэками, сервис для организации, там не знаю, всего, все что угодно. То есть человек взамен на свои деньги, он получает продукт. Здесь он в принципе не может потерять свои деньги. Что не говорит, то есть о финансовых пирамидах, то что у людей есть этот страх и он заложился в голове, что туда, где нужно приглашать людей, сегодня в России это обман, это лохотрон, это мошенничество и так далее. Потому что нет грамотного понимания того, именно вот этого разделения, что такое конкретный легальный сетевой маркетинг и сетевой бизнес. Почему? Потому что, опять же повторюсь, метод привлечения денег, он одинаков через люди, через сарафанные радио, через рекламу и так далее. Да, то есть это именно первое. Плюс еще почему люди также обходят стороной сегодня сетевой бизнес? Очень просто. Смотрите, это и на самом деле индустрия у нас на русскоязычном пространстве не так уж и много лет. То есть самой индустрии больше 70 лет, но в России это появилось в начале 90-х годов. И когда это только индустрия зашла сюда на рынок, люди на самом деле не понимали компании, не обучали людей, как нужно грамотно вести этот бизнес. И сюда заваливали люди из разных сфер. То есть кому не жалко занимались этим бизнесом. Работал вчера уборщиком на заводе, сегодня он бизнесмен. Вчера, не знаю, крутил гайки, опять же где-то сегодня он в сетевом бизнесе. То есть после того, как собрались такие люди в одном месте, здесь не было грамотного обучения и понимания того, как нужно вести этот бизнес. К примеру, люди там раньше, может быть и сегодня этим занимаются, продавали какую-то косметику в парках. Стояли в метро, раздавали какие-то листовки. Пылесосы Керби ходили по подъездам, там ломали людям двери, заходили там, втюхили эти пылесосы, хотя им они эти пылесосы нафиг не нужны были. То есть был такой агрессивный метод, он даже и сегодня иногда присутствует. Во многих компаниях, где нет обучения, где нет культуры, даже сегодня это бывает, что есть такой агрессивный маркетинг, как я его называю. Это тогда вам суют то, что вам на самом деле сегодня не необходимо. И за счет каких-то аналпишных психологических моментов в итоге оказывается человеку это нужно. И из-за того, что с тех времен не было грамотного обучения, это первое, что касается онлайна или продвижения через оффлайн, то есть на земле и дальше продвижения в онлайне. Когда после 90-х, 2000-х годах появился интернет, люди начали экрутировать через скайп, появились другие социальные сети и когда не появилось опять же грамотного понимания, как продвигать это через социальные сети, так у меня был звонок, чем люди начали заниматься. Появился другой, скажем так, способ втюхивания, то есть только уже он перешел в онлайн. То есть способ назывался это рассылка, это спам, спам, это такие сообщения, которые возможно многим из вас залетают в сообщениях, в директ. То есть это спам и рассылка, это то же втюхивание, только находится в онлайне. Это, например, когда вы едете на машине, останавливаетесь где-то на светофоре, к вам подходит человек, начинает стучать вам в окно, открывает окно и сует вам какую-то листовку. Вот это то же самое, только это находится в онлайне. То есть вам суют то, чего вам не нужно. То есть у вас не спросили, вам не задали вопрос, надо вам это или не надо, просто вам суют. И вот здесь после этого, после того, как в 90-х у людей не было грамотного понимания, как вести это на земле, как общаться с людьми, как это делать, как не втюхивать, как заинтересовать, как и так далее, понимать, общаться с человеком, просто втюхивали в лоб, перешло уже новое поколение. Работа через интернет, дальше рассылки, спамы и так далее. Конечно, после такого поведения и такого агрессивного поведения у людей сложилась вот эта точка зрения, что сетевой бизнес, во-первых, он для бедных людей, он для тех людей, которые не могли найти нормальную работу, потому что там деньги не заработаешь. Это для тех людей, где нужно втюхивать и продавать что-то, это бизнес там, где нужно настойчиво звать своих друзей, агитировать и так далее. И, конечно, после такого поведения у людей сложилась такая картина, что здесь сетевой бизнес – это ад, это просто что-то несущное, то есть что-то неадекватное. И, к сожалению, вот этот момент, который заложился у людей в голове, сегодня мы его, скажем так, испытываем во время проведения встреч, мы это слышим, да, или в какое-то поведение людей, когда слышат это слово. Именно из-за того, что у людей сложилось вот это. Не то, что сложилось, это действительно было так, то есть мы это говорим открыто сегодня, можно об этом сказать, что в тот момент, ну скажите, с какой другой сферы это было по-другому, потому что и с банками, когда в 90-х там банки закрывались одним за другим, какие-то другие сферы, то есть все сферы в самом начале развития они имеют за собой какой-то большой косяк, да, который, к сожалению, он еще долгие годы, десятилетиями еще идет, пока меняется уже поколение, не приходит грамотное понимание того, что необходимо делать и как это развивать. Третье, почему люди на самом деле еще обходят стивой, это еще мнение окружающих людей, у которых либо не получилось, либо они там думают, что потеряли деньги, но на самом деле не воспользовались вот этим продуктом, да, либо услышали у своих друзей, что у них что-то не получилось, да. Это как тот случай, когда ты там спрашиваешь у своего лучшего друга, как у тебя там отношения со своей второй половинкой, да, ты знаешь не очень, что-то у меня не получается, встречаю уже вторую девушку и никак не могу серьезно завязать отношения. И друг говорит, а, ты не можешь, а, ну ладно, я, наверное, тоже не смогу, то есть, наверное, с девушками сложно отношения завязать, поэтому, наверное, мы не будем этим заниматься, да. То же самое вот мнение людей, то есть, если кто-то из окружения был в сетевом бизнесе и у него не получилось, у этого человека сложилось такое мнение, что это нехорошо, там деньги не заработаешь, это нереально, это там нелегально, потому что человек, у которого не получилось, помимо того, что он будет говорить о том, что он ушел из компании, так он еще и будет хай в ответ. То есть, понимаете, вот человек такое существо, которое он никогда не скажет, он никогда в жизни не скажет, что я виноват, я ни хера не поднимал свою жопу, я не проводил встречи, я не разобрался, я не шел до конца, я не обучался. Он всегда будет искать вокруг себя виновно, потому что себя поставить виновником, это не, ну то есть, человек так устроен психологически, он, возможно, даже на каком-то интуитивном уровне он будет это отрицать, но на самом деле это так. Вот, и когда человек этот момент отрицает, то второй человек, да, то есть, который наблюдает и задает вопросы, у него складывается вот это мнение, да, не свое, то есть, и не на каких-то конкретных фактах, а на каких-то слухах из его окружения, что это не работает, здесь нету денег, здесь плохой маркетинг-план, здесь плохой продукт, здесь плохой президент, здесь там нет системы обучения, там еще что-то нету, в общем, начинает искать вот такие вот моменты. И вот это тоже один из, скажем так, факторов важнейших, почему люди именно обходят стороной. Четвертое, это когда сам человек решил попробовать, ну, однажды ему позвонил друг, сказал, слушай, есть тема, можно заработать деньги, давай встретимся, расскажем. Этот побежал горящими глазами, пошел на встречу, этот провел ему встречу, сказал, вот есть такой продукт, будем продавать, через год будем жить на Мальдивах, и все будет у нас круто. К сожалению, в этой индустрии и во многих сетевых компаниях новички именно таким образом рассказывают эту встречу. И люди, к сожалению, в это верят. Не все, но есть люди, которые ведутся и верят таким людям, которые проводят таким образом презентацию. Что здесь получается? У человек складывается мнение, что нужно заходить сюда и ничего не делать. То есть, почему? Потому что таким образом мы ему провели эту презентацию. Это не из-за того, что что-то другое. То есть, человеку сказали о том, что ты придешь сюда, мы с тобой купим продукт, сядем на кухню, а деньги будут валиться с потолка нам в кошелек. Почему люди, новички об этом говорят? Потому что они дергаются и переживают за каждого человека. И на инстинктивном уровне для того, чтобы подключить этого человека, он готов уже заливать ему на уши все, что угодно. Но только неправду. Лишь бы этого человека подключить. И, к сожалению, да, это так. То есть, сегодня я реально буду говорить эту правду, что, к сожалению, это так, что люди переувеличивают. Либо на встречах переувеличивают свой доход, либо переувеличивают какие-то возможности, либо еще что-то. И из-за этого на самом деле страдаем мы. Потому что есть люди умные, которые приходят на встречу, и это все слушают. И они просто, ну, подальше, то есть, там, перекрещиваются, и подальше таких людей, да, его нужно там святой водой облить, там, не знаю, в церковь, отвезти этого человека, дабы спасти его, чтобы он не нес такую херь, да. Вот. Поэтому именно из-за этого тоже страдают люди. Потому что люди, опять же, да, не знают, как правильно вести. То есть, люди, этот бизнес, люди не хотят обучаться. Они не хотят на какой-то долгосрок понимать, как это работает. Они хотят быстро срубить бабла. Ну, то есть, это наш русский менталитет. С этим ничего, наверное, не поделаешь. С этим поделают только, наверное, книги, тренинги и так далее, самообучение. Ну, то есть, просто срубить бабла. И в этот момент, когда человек, ему рассказали такую идею, он нашел для себя такой легкий способ заработать деньги. Он подключился в компанию, он купил этот продукт, там, членство, не важно, чем там занимается эта компания. И он такой месяц, два, три особо ничего не поделал, потому что ему сказал, что этот либо будет ему помогать, либо будет ему там людей подключать под него, либо там президент будет ему помогать, потому что он с ним знаком, либо там бог кто еще поможет, там соседи, я не знаю, тебе быстро подключиться. И он понял, что этот бизнес, он очень легкий, он очень быстрый. Здесь можно раз, два, три заработать деньги, поехать на Мальдивы, стать миллионером и всю жизнь лежать на Бали, на солнце, пить газированную воду, там, и закусывать это все пиццей. То есть у человека сразу сложилось такое мнение. И тогда, когда человек не получил результат в первом месяце, во втором, в третьем месяце, что с человеком происходит? То есть у него в голове, да, то есть складывается такое впечатление, что на самом деле это не работает. То есть это нет, сетевой бизнес не работает, здесь нет денег. То есть вам на встречах будут заливать там разную информацию, что вы быстро, но на самом деле там денег нету. Да, это нужно, наверное, просто показать человеку, что на сегодняшний день индустрия сетевого в 200 миллиардов долларов оборота обходит индустрию кино и индустрию игровую. И на самом деле нужно, на самом деле, увидеть в цифрах, ну, если не здесь, то где тогда есть большие деньги, если не в сетевом, да. Но как раз, что именно из-за вот этого отсутствия понимания того, как нужно строить этот бизнес, опять же, к чему мы возвращаемся? Мы возвращаемся к тому, что люди не готовы обучаться, как это делать правильно, как это делать грамотно. То есть у людей в своей голове только вопрос о том, как срубить побольше и побыстрее бабла. И вот этот человек, представьте, он перестал покупать этот продукт, да, он перестал действовать, и у него сложилось уже в голове это информация или это картина. И вот вы появляетесь через полтора года со своим звонком и говорите, слушай, есть интересная идея, где мы могли бы вместе развиваться, давай встретимся. И он вам сразу в трубку, ага, это сетевой, да, или там нужно вкладывать деньги, или там еще что-то. То есть все, у человека тут же срабатывает. То есть вот это и есть, это поведение, да, у людей, неприязнь к сетевому. Потому что вот он был, у него вот такой плохой опыт, потому что ему там наобещали, он подключился, на самом деле не получилось, то, что ему обещали, не воплотилось это в такую, скажем так, красивую жизнь, и он на самом деле в итоге и слился. Вот. То есть это вот именно личный опыт, который есть у людей в сетевом компании, у кого не получается. Дальше. Плюс еще, конечно, недостаточно действий. То есть, да, возможно, человеку рассказали эту идею, возможно, была грамотная эта презентация, да, то есть не было ничего переувеличенного, да, но человек зашел, и в какой-то момент он просто не вышел из этой стадии сомнений. То есть вот каждый человек, который заходит в сетевой бизнес, такой был и я, и очень много лидеров. Когда мы только начинаем, то есть у 90%, 95% людей, они пока что находятся в стадии сомнений. Почему? Пока они не заработали деньги, не увидели на карте, пока не съездили в первый, там, тур, если это компания, которая занимается туризмом, или не попробовали продукт, если это какой-то физический продукт, там, да, не съездили на какое-то мероприятие глобальное от компании, не увидели, там, документ официальный или еще что-то. То есть есть какие-то вещи, которые вот человека держат еще в стадии сомнений. И вот есть очень много людей, которые вот заходят в сетевой бизнес, из-за отсутствия того, что они не хотят в этом разобраться, не хотят знакомиться, не хотят развиваться, защищать свою веру, принять твердое решение быть здесь профессионалом, а не просто зайти для того, чтобы попробовать, да. То есть это такой метод или метод мышления или поведения человека, когда он только начинает заходить в сетевом бизнесе. И я был в таком состоянии, то есть просто я в какой-то момент нашел для себя тот момент, где я бы мог бы принять решение, да. То есть это для меня было там мероприятие от компании. Для кого-то это может быть заработаны первые деньги. Для третьего может быть это эффект от этого продукта, который он получил, употребляя в этой компании, да. Либо там увидел для себя какую-то выгоду в этой компании, если это в плане там сервиса. Если мы говорим там, не знаю, о каких-то тряпках, или там, я не знаю, чем еще занимается там для мытья посуды. Она хорошо там мылит эту губку там и хорошо отмывает эту грязь. И масло это все. То есть он доволен этим результатом. Ему нравится этот продукт, и он принимает решение, у него убирается все сомнения по поводу продукта, и он начинает это развивать. Но, к сожалению, есть очень много людей, которые они находятся вот до стадии того, когда они уже отказываются от этого. То есть они идут в этой стадии сомнения, 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 до того момента, когда он уже переходит в этой стадии раздражения, когда ему уже ничего не нравится. Ни мероприятия, ни узнать что-то новое, поехать на какой-то тренинг, попробовать продукт там, да, продолжать его покупать и так далее. И здесь люди разделяются на два этапа. То есть есть люди, которые остаются в компании и продолжают пробовать продукт, то есть употреблять продукт, да, Либо есть люди, которые просто сливаются в итоге, и у них остается тот же осадок негативный, как и у тех людей, которые наобещали, и за счет этих обещаний подумали, что здесь все само собой происходит, и у них не получилось. И остается тот же осадок, что это тяжело, что это сложные продукты, что люди вокруг меня не понимают, что непонятно, легально это нелегально, и начинается вот это вот, и этот осадок, он остается, естественно, в эту часть негатива. Не позитива, а именно негатива. И когда человек в будущем начинает встречаться с такими же людьми, начинает общаться, естественно, у него это срабатывает, да. Хорошо, когда на встречу попадает опытный человек и может на самом деле ответить на все вопросы и дать ему это объяснение, почему именно так все произошло. Но, видите, сейчас, скажем так, более опытных предпринимателей MLM, или там можно назвать их менеджеров, становится, к счастью, уже как можно больше, потому что сегодня практически во всех сетевых компаниях есть мощное обучение, есть тренинги. И сегодня в открытом доступе очень много книг по личностному росту, именно книг по сетевому, очень много написанных, потому что если посмотреть там в 90-х количество книг именно из этой сферы, сколько их было и сколько сейчас, то, конечно, это все тоже усовершенствуется. Поэтому сегодня для того, чтобы научиться этому вести грамотно, да, и строить структуру, и на самом деле получить тот образ жизни, о котором говорится здесь, то есть более вероятно. Поэтому сегодня менеджер уже становится более подкованный в плане и донесения информации, и поведения, и личностного роста, и подачи. Согласитесь, когда приходит к вам навстречу человек, который уже был в сетевом, у него есть негатив насчет этого, и видит грамотного перед собой парня или там девушку, которая грамотно говорит, которая грамотно объясняет, которая использует правильные слова, которая произносит. Когда, согласитесь, что человек начинает понимать на самом деле, что в этот бизнес сейчас приходят люди, которые грамотные, которые обучаются, которые повышают свои навыки, да, которые все время находятся в этом развитии. И к этим людям на самом деле хочется присоединиться. И да, это правда, когда люди идут на самом деле в этой индустрии ни за компанией, ни за продуктом, а именно идут к людям. Олег, а можно с тобой лично пообщаться по этому бизнесу? Да, напишите в директ, и я отвечу, если у вас есть какие-то вопросы. Вот, и то, что люди действительно начинают уйти к тем людям, которые обучаются, как и во всех сферах, берите, в любой сфере на самом деле можно стать топом в своем каком-то деле. Если даже вы на заводе, там, вы можете, у вас, можете обучиться делать такие вещи из железа или там, не знаю, на этих станках, да, в чем-то вы будете уникальными. Либо если вы художник, там, можете быть, стать, опять же, чем-то уникальным. Если вы врач, вы можете творить, там, я не знаю, особенно сегодня в пластической хирургии какие-то вещи невероятные. То есть во всех сферах, если человек именно отдается этому, если у него есть страсть, если он это делает с любовью, то есть во всех сферах можно выйти на таком уровне, развиваться, где люди захотят с вами знакомиться, общаться, работать в сотрудничестве, только мечтать быть в вашем окружении. Поэтому здесь вопрос лишь напрямую к тому человеку, который он заходит и как он объясняет. Но, увы, время проходит, 90-е уже становится все более и далее, и далее, и далее позади. И вот приходит новое поколение людей, да, которые видят совершенно другую, скажем так, картину, когда видят счастливых, свободных людей в Инстаграме. Да, есть люди, которые на самом деле переукрашивают и во своих Инстаграмах переувеличивают там свои доходы и так далее. Но на самом деле здесь есть люди, которые зарабатывают хорошие деньги. Возможно, их, они и меньше и показывают. Это как раз, что человек, который зарабатывает, он меньше и показывает это. Вот. Но так или иначе, люди сегодня, вот это поколение Z, да, это люди, которые родились там после 86-88-90-х годов. Поколение Z, который видит эту картину совсем уже по-другому, да, они видят здесь только возможности, они видят здесь лайфстайл, они видят здесь свободу. Да, и вот эти люди в будущем, это они именно будут строить здесь империи, потому что им будет легче, потому что вот этот затык, который есть в голове у людей, он практически исчезнет. Потому что те люди, которые помнят эту картину, к сожалению, их уже становится все меньше и меньше, потому что, ну, наше поколение меняется, такова наша жизнь. Кто-то умирает, рождается новое поколение. Поэтому то, что мы сейчас с вами показываем, то, как мы сегодня продвигаем эту индустрию, то, что мы сегодня показываем, закладывается именно в голове у тех людей. И именно с этими вопросами будут сталкиваться новички, которые придут в этот бизнес через 20, через 30 лет, потому что они будут помнить, да, через 30 лет. Если мы сегодня будем с вами делать спамы и рассылки в интернет, эти люди будут об этом говорить через 20-30 лет. Ага, это тот бизнес, где нужно делать 500 аккаунтов и спамить в директе. Ага, это тот бизнес, где нужно, там, не знаю, переувеличивать свои чеки в Инстаграме. То есть люди не захотят. Поэтому люди, которые сегодня здесь приходят, это, конечно, первая задача менять вот этот стереотип у людей и на самом деле показывать какая-то благоприятная, скажем так, экосистема для развития, для нетворкинга, для того, чтобы реализовать свою жизнь и вытащить ее на другой уровень. Если у вас есть какие-то вопросы по этой теме, да, и готов ответить, Олег, в какой дим-трип полетишь? Планировал уже. В Ниццу во Франции. Это следующее будет. Прежде всего, что, возможно, еще в середине, где-то октября, будет еще один дим-трип. Но после, только после Дубая, скорее всего, что целый месяц, сентябрь месяц я буду в Москве работать, потому что за 3-4 месяца было очень много путешествий. И мне кажется, что у человека иногда вырабатывается вот это trip, coma trip или это coma путешествие. Ну, то есть, иногда реально устаешь от перелетов, потому что разные часовые пояса. Еще полтора месяца назад мы были на Бали, вернулись в Москву, потом улетели в Мексику. И на самом деле это очень сложно, скажем так, для организма. По картинам это прикольно. Лазурный берег, пальмы, вкусные фрукты и завтраки. Но на деле это сложно для организма, когда в такие промежуточные, короткие временные отрезки меняешь часовые пояса. И это сказывается, конечно, усталостью на организм. Сколько можно путешествовать? Да, я годы очень много работал для того, чтобы наконец-то позволять себе хорошо пропутешествовать. Но я, опять же, не тот человек, который придерживаюсь какому-то формату жизни или образа жизни в сетевом бизнесе. Вот сделать сейчас максимально, мне осталось еще чуть-чуть, и потом уехать на какой-то остров и всю жизнь работать. Ты превратишься реально в какого-то овоща. То есть, такого не должно быть. Все должно быть в балансе. И человек должен для себя найти и дать следующий вызов, вне зависимости от того, на какой он уровень находится. Нет предела совершенства, всегда можно дать новый вызов, новый уровень развития. И как раз вот это уровни потребностей, поверьте, они такие большие. То есть, вот этот почему вы здесь находитесь, вы знаете, сколько они могут. То есть, первый почему это, почему ты это делаешь, возможно, 90% это ради денег. Когда вы закройте свою потребность ради денег, у вас появится другой почему. Почему это делаешь ради своей семьи? Почему ты это делаешь ради общества? Почему ты это делаешь ради сообщества? Не почему, а зачем? Зачем это сообщество? Зачем это общество? Зачем это Богу? Зачем это религии? Зачем это космос? То, чем ты занимаешься сегодня? Поверьте, здесь можно выйти на такие уровни мотивации, что деньги, я вам опять же повторяюсь и говорю, что деньги это только первый уровень мотивации, когда он закрывается, у вас появляются уже совсем другие мысли. Поэтому для тех людей, которые не развиваются, мне очень сложно понять, что после денег может появиться еще другой какой-то уровень мотивации. Когда более-менее появляются деньги в вашей жизни, у вас снимается вот эта тревога, потому что каждый человек, скорее всего, который работал в найме, живет с этой тревогой, что вот в конце месяца они закончатся и что делать дальше. Поэтому, когда у вас снимается эта тревога, то вы концентрируетесь на другие вещи. Вообще нужно концентрироваться на другие задачи, а деньги, они приходят параллельно тому, что вы развиваетесь, вы становитесь спикером, вы хотите помочь людям, вы хотите знакомиться с людьми из шести стран мира, тысячи людьми, прочесть только книг. И когда вы будете в этот процесс, то у вас здесь появятся деньги, хотите вы или нет, самостоятельно появятся на вашем кошельке, вот поверьте мне. Вот, поэтому, да, нету такой задачи, сколько можно путешествовать, пора работать, или сколько можно работать, пора уже путешествовать, все должно быть в хорошем балансе. Эфир я сохраню, а также залью его на своем YouTube-канале, поэтому люди, которые не успели и хотели посмотреть этот ролик, смогут его посмотреть либо в запись, либо на YouTube-канале. Да, если у вас больше нету никаких вопросов, вам желаю хорошего вечера и отличного продуктивного начала недели, вне зависимости от того, чем вы сегодня занимаетесь, сетевым, ходите вы на работу, обучаете вы людей играть на пианино, обучаете людей играть в футбол. Ну, абсолютно не важно, чем вы сегодня занимаетесь, самое главное, делайте это в кайф, делайте это с удовольствием, подходите к своему делу с энтузиазмом, потому что другой жизни для, в этой возможности больше вам точно не дастся. А если дастся, вы точно об этом не будете помнить, думаю, что лучше попробовать трип на себя, чтобы продвигать клубы, было бы рассказать человеку позиции эмоций. Да, можете таким образом подходить, я когда был уже в квалификации директор, зарабатывал примерно 2000 долларов в месяц, я тогда только поехал в свое первое путешествие, все зависит от того, что у вас в голове, как вы на это все смотрите. Запись, да, я оставлю прямой эфир в записи, он сохранится 24 часа, и после этого я закину запись на своем YouTube канале, и он будет там, сможете поделиться с кем вы захотите. Все, друзья, всем опять же повторюсь, хорошего вечера, и увидимся с вами в постах, в сторисах, и в путешествиях. Пока-пока.